В одной из моих самых любимых умных книг автор вводит новое понятие, которое является ключевым в его теории, и дает его достаточно точное определение, а дальше присовокупляет к этому слова. Если это понятно, можно дальше не читать. Так на первой странице книги написано. Вот и я хочу вам сказать, что сессия сборной началась с анонизма ее капитана, а закончилась словами официального представителя РФС о том, что вопрос об отставке тренера сборной не стоит. Если это понятно, то можно дальше не смотреть, но я на вас рассчитываю. Футбольный клуб Футбольный клуб Футбольный клуб Футбольный клуб Делайте ставки в марафон Бет Итак, сборная проиграла Сербии 0-5, проиграла в конце довольно безрадостного цикла из шести матчей без побед. И я бы меньше всего сейчас хотел казаться старушкой у подъезда, которая напоминает всем, что она об этом предупреждала, что вот она говорила. Нет, разумеется, я говорил совершенно о другом. И, разумеется, так же, как и все мы, я надеюсь, мы именно уместны здесь местоимения. Я был весьма расстроен этим результатом вчера. Но, тем не менее, вопрос о дееспособности тренского штаба, он ведь стоит достаточно давно. Его просто удобно не замечать. Понимаете, можно не заметить игру с Молдавией 0-0, которая, ну, вот можно просто все выпустить в трубу. А зачем вообще такая игра была нужна? Учитывая, что мы, в конце концов, так интересовались корзинами, вот, я бы не стал так вот к сельскохозяйственной державе относиться поверх, так сказать, барьеров. Между прочим, выиграем мы в Молдавии. Уедь, извините за выражение, мы из Молдавии с корзиной, с победой. Можно было дальше действительно уже не играть. Вопрос такой животрепещущий, а с живьевки был бы уже решен. На самом деле, это вопрос полностью говенный, и ничего он не стоит на самом деле. Потому что из любой корзины может остаться сильный соперник, а может остаться слабый. Кто из вас думал накануне турнира Лиги нации, что его выиграет Венгрия? Кто из вас думал, что в группу С вылетит Турция? Почему это вообще так должно было быть устроено? Но так получилось. Поэтому абсолютно надуманный бюрократический этот ваш вопрос жеребьевками, и поднят он тренером, который давно перестал быть тренером, а на самом деле является просто бюрократом, является чиновником. Между прочим, даже Вячеслав Колосков, прославленный президент Российского футбольного союза и ветеран этой работы, когда его просили отметить, чем же его особенно впечатляет работа Станислава Черчевского на построении разборной, он ответил, вы знаете, каждый день в 9 утра он всегда на работе. Молодец, парень. Эй, парень, ты чего? Не подходи, я прыгну! Да это к козе понятно, что случилось-то? Какая разница? Тебе все равно не понять, ты же Вася Уткин, вон какой крутой! Это да, да, но ты все равно расскажи, чтобы я хоть потом знал, что именно полиции говорить. Меня достала моя работа, я больше так не могу. А ты чем занимаешься? Ампакинг бумаги! Чего? Мне переносчик бумаги приносит пачку бумаги. Я ее вскрываю и отдаю человеку, который вставляет ее в принтер. Мать моя! Итак, 10 лет за копейки. А мне цыганка в детстве нагадала, что я богатым буду. Ты, говорит Герман, посчастливой звездой родился, а я... Так дело только в работе. Господи, ну и дурачок, ее же поменять можно. Как? Как? Да очень просто. Слушай, образовательная экосистема Geekbrains от Mail.ru Group приглашает всех на бесплатный интенсив по веб-разработке. Чего? Не пививай! А то сейчас сам тебя скину. Этот интенсив всем подойдет. И тем, кто уже хоть немного в теме. И тем, кто вообще веб-разработке не шарит и хочет освоить новую профессию с нуля. Преподаватель Geekbrains тебе все расскажет. Как создавать сайты, размещать их в интернете. Как использовать хостинги. Как работать с языком HTML, CSS. А ты откуда все это знаешь? Это сейчас не важно. Интенсив проходит онлайн. Ехать тебе никуда не надо. Расскажут тебе, как стать веб-разработчиком с нуля. Зарплаты от 100 косарей. Как устроиться в этой сфере. Забудешь ты про свою бумагу. Будешь лес беречь. Что, серьезно? Да. Если понравится, запишешься в Geekbrains на курсы. Там много профессий и факультетов. Выбери, что тебе нравится. Выучишься. А дальше либо на стажировку, либо сразу на работу в одной из компаний-партнеров Mail.ru. Да, я слышал про эту тему. У них пока что 100% результат трудоустройства после прохождения курса. Во! Вася, это же реально круто! Я же теперь наконец-то человеком стану. Работа кайф, зарплата хорошая. Все, как Лейла говорила, когда «Моя линия жизни» смотрела. Ну, а я что говорю? Вы, кстати, тоже регистрируйтесь на бесплатный интенсив по веб-разработке Geekbrains. Узнавайте новое, получайте удовольствие от работы и не делайте глупостей. Поражение 05 для нашей сборной, по счастью, все еще является событием из ряда вон выходящим. Поэтому все вспоминают события предыдущего такого разгрома от Португалии 1-7. Кстати говоря, в итоге в этом цикле отборочном, где Португалии 1-7 проиграли, сборная до последнего шанса все-таки имела надежду на выход из группы. Так что это сама по себе катастрофа не явилась. Да и это тоже не катастрофа. Но я бы хотел сказать, что между этими поражениями есть нечто общее. Тогда в матче против Португалии стал, по-моему, предпоследней игрой Георгия Ярцева на посту тренера сборной России. Где он оказался накануне чемпионата Европы, предшествующего, собственно говоря, созыва, который ему удалось спасти. Удалось спасти за счет харизмы, а также за счет того, что привлеченные им в команду футболисты, не все, кстати говоря, те, которые не входили в обоему прежнего тренера Валерия Газаева, вот эти футболисты оказались действительно на ходу, и они обеспечили результат. Я говорю в первую очередь о суперпамятном хет-трике Булыкина в ворота сборной Швейцарии. Вот разгром был в Москве, совершенно незабываемая игра. Но дальше, дальше Ярцев продолжал держаться за это сочетание игроков и на чемпионате Европы в Португалии в 2004 году, и в последующем поражении, собственно говоря, от той же самой Португалии в уже отборочном цикле. Ему казалось, что вот не надо ничего трогать, не надо ничего особенно менять, и все тогда будет хорошо. Вот эта игра на удержание, она всегда порочна, потому что она всегда, она обречена закончиться провалом. Точно так же, как человек, который очень много может выпить спиртного в молодости, он просто не замечает момент, когда он уже больше не держит удар, и постепенно становится алкоголиком. Есть такая опасность, знаю в том числе и на своем собственном примере. Короче говоря, эта ситуация обречена, она всегда закончится провалом. Черчесов тоже долго искал сочетание футболистов. Если вы помните, еще на Кубке Конфедерации, ключевой фигурой в Центре обороны сборной России накануне за год до чемпионата мира, был защитник Васин. Ну, так уж получилось, что он получил травму. Ничего не хочу сказать, дай Бог всем здоровья. Вот такая, в конце концов, чертова удача, что Васин получил травму и не поехал на чемпионат мира, что пришлось вызывать Игнашевича, и он так сцементировал эту самую оборону, еще и с Кутеповым перед собой вместо Джики, который тоже получил травму, что все, в конце концов, получилось хорошо. Но дальше начинается вот это безумное цепляние за то, что вот, ну не падает, ну давайте, ну хорошо же было, ну давайте еще немножечко вот так поживем. И в конце концов, мы видим, что каждый год к исходу сезона у этой сборной нет никаких сил, потому что она стара. Мы говорим, наши проклятые ноябри. Очень хорошо, ноябри будут всегда. Вообще, когда мы начнем думать о том, что у нас будет в ноябре? А что, в октябре сборная сыграла сильно лучше, что ли? Мы сейчас говорим о том, что не те футболисты оказались в команде. Вот, опять-таки, тренер Станислав Черчесов говорит на послематчу и предконференции, напоминает, что, а вот нельзя, вот я же говорю, что нужно молодых было подпускать, нужно подпускать осторожно и аккуратно. Черт возьми, так что же ты не подпускал-то два года к этой сборной? Только когда приперл, тогда и подпустил. Так подпускают, извините, не молодых, так воздух портят в помещении, друг мой. Да ладно. Дело же, в конце концов, не в счете. Дело в том, что абсолютно все решения, ну почти все решения, которые хоть как-то могли бы изменить ситуацию, они или панические, или растерянные, что в сущности разновидности одного и того же. Ну нет у нас защитника дальше Семенова, понимаете, на Семенове все закончилось. Давно уже закончилось все на Семенове. Семенов входит с Турцией, и так уж получается, что его удаливают. Ну хорошо, скажите мне, что не было удаления, но по этим правилам играет вся Лига наций. Давайте еще вспомним, что Марате гол за Испанию отменили, а еще до этого ему хитрик не засчитали в Лиге чемпионов. Вот человек, наверное, волосы на себе рвет, благо их у него вполне достаточно. Тут же и этим тоже нельзя душу отвести, понимаете, волосы на себе рвать не приходится в данном случае. Но тем не менее, в следующей игре после тайма 0-4 что нужно сделать? Конечно же поменять вратаря, это очень усилит команду, это очень ее обнадежит. И самое главное, я знаю, вы знаете, дело в том, что на этом тренерская мысль не остановилась. В самолете Танислав Черчевцев еще раз поменял вратаря, понимаете. Они вот сидели на разных каналах, я думаю, еще раз их поменял местами. Он продолжал. Тренерская мысль не останавливается ни на секунду. А как она может остановиться? В 9 утра же на работу снова надо идти, понимаете. И вот, конечно, сравнивая эти поражения, поражение 1-7 от Португалии много лет назад и сейчас поражение от Сербии 0-5. У них есть этот общий генезис, когда действительно тренер почему-то не хочет ничего менять, почему-то думает, что все устоит, еще чуть-чуть на его век хватит. У этих передержек есть одно очень интересное общее. Вот как Ярцев держался за Булыкина, так же большой нападающий обязательно нужен на Черчевцев. И в конце концов это оказывается за Болотной. За Болотной, я совершенно не хочу тебя хейтить. Пожалуйста, прости меня, ну честное слово. Ну ведь так было всегда, но ведь на первой минуте. Ну как, ну ты понимаешь, что ворота большие за Болотной. Понимаешь, ну ты, ну, ну попади ты в большую, ну не попадай ты в маленькое. Я понимаю, что в маленькое попадать труднее, но ты не в тире за Болотной. Тебе за эту мягкую игрушку большую не дадут для твоей девушки. Понимаешь, ты во вратаря попал вот в такого, а не вот в эти вот самые гигантские ворота. Не получается такого. Ну, в общем, простите меня, Антон, ради бога, простите, я честное слово не хотел на вас сходиться. Но вот это вот желание стареющего человека, в одном случае Юрия Александровича Ярца, в другом случае Станислава Славовича Черчесова, иметь при себе большого, высокого, стройного парня. Ну что, это такое подсознательное, что ли, что-то, чтобы не обидели тебя где-то, я не знаю. Ну как, ну вот я не нахожу истолкования этому образу. Ну вот такой, сука, навязчивый этот образ. Ладно, я дал себе слово не распаляться и по возможности не слишком сильно острить. В данном случае это немножечко игра в поддавки. Без этого с другой стороны не обойтись, но проиграли же. Но мне бы хотелось сконцентрироваться на более простых, более важных, как мне кажется, вещах. Я хочу еще раз подчеркнуть, я не предрекал сборной России провала, нет, никоим образом. Я был черкесо-скептиком, не черкесо-скептиком, а именно черчесо. Вот, и я был и остаюсь таковым, потому что я не вижу сборной стратегии, я не вижу в ней какого-то чертова, не знаю, плана Б, не знаю. Но вы понимаете, огромное большинство моих коллег находится в положении, когда они найдут чему обрадоваться, понимаете. Вот в игре со сборной Турции были разные отрезки. Но давайте найдем чему обрадоваться. Ведь получается, что мы осуществляем выбор между тем, что мы считаем существенным. Вот мы считаем существенным то, что сборная второй план первого тайма провалила, или мы считаем существенным то, что она на воротах сидела в десятером у сборной Турции последние минуты матча. А ведь это на самом деле две страны одной медали. Зачем нужно выбирать какой-то один участок игры для того, чтобы сказать, ну вот видите, Надежда все-таки жива. Вот видите, Кузяев все-таки в конце концов ярко сыграл в атаке. То, что у этого Кузяева, начиная с лета, пять лишних килограммов как минимум просто висит на животе, этого как-то не принято замечать, поэтому нет никакой стабильности. Да, вот, поверьте уж, в вопросах лишнего веса я очень большой эксперт, очень-очень большой. Это, конечно, можно на это не обращать внимания. А ведь это ровно та же самая логика, как у главного тренера сборной, который говорит, что вот видите, я же предупреждал, нельзя молодых подпускать команде обвально и огульно. Ну, не подпускал бы, подпускал бы постепенно, ну что теперь делать. И еще не могу не сказать об одной позиции, которая кажется мне, ну если не поверхностной и глупой, то отчасти даже лицемерной. Причем ее порой занимают даже люди, чье мнение я достаточно уважаю и высоко ценю в других вопросах. Вот как можно говорить, что не стрелять в Черчесов, он работает с теми футболистами, которые у него есть. Ну да, было бы странно, если бы он работал с теми футболистами, которых у него нет. Это какой-то небесный футбол получился бы, да. Но, тем не менее, понимаете, это ложь, потому что именно с теми футболистами, которые у него есть, Черчесов-то и не работал никогда. Сборная играет по системе 8-2, понимаете, два человека в атаке, три уже много. Не выдерживая такая система на гулке, система игры на постоянное удержание, которая, повторяю, обязательно рано или поздно приведет к провалу. Потому что, ну, ну а как еще это можно, это просто по законам физики так получается, в конце концов порвется. Никогда сборная России не использовала одновременно на поле двух своих лучших футболистов, одного, кстати говоря, поколения, а не ровесники Головина и Алексея Миранчука. Какими-то очень короткими отрезками только это получалось в каких-то последних минут и так далее и тому подобное. Или если Головин опускался на позицию только опорного полузащитника. Ну вот как же так может быть? Ведь разве это можно назвать использованием лучших ресурсов национального футбола в той мере, в какой на это можно было бы полагаться? Я сказал об этом по поводу предыдущей сессии сбора, тут же получил ответ от тренера. Но ведь Головин травмирован. Боже мой, ну что же он у тебя, три года, что ли, травмировался? То есть Ислав Саламович, сколько он был здоров, не играл вместе с ним Миранчук. А теперь вот Головин травмирован, есть как бы вот такая тоже отмазка. Речь же идет о том, как устроится игра сборной, в чем ее приоритеты. А сейчас, понимаете, сейчас Миранчук уехал в Италию. Боже мой, подрастает еще лесовой. До этого тренера паника начинается в его умной голове. Как же теперь дальше быть? Как же теперь обходиться без футболистов, которые умеют играть в атаку? Черчесов столько поработал в разных местах. Порой провально, порой как-то не очень-то и как. Порой вообще невидимо, как, допустим, в сочинской жемчужине он работал. Но не жаль, что вы не видите, что из всех его работ и сборной он почему-то решил построить пермский Амкар. В общем, на самом деле, рухнула не сборная. Сборная выйдет на следующий матч, и у нее обязательно что-нибудь получится. Хотя бы потому, что... Это не потому, что вернется Дзюба, хотя, может быть, и поэтому тоже. У сборной получится просто потому, что ей тоже нужно исправляться. Как-то, правда же, все будут помнить вот этот самый неприятный матч и захотят перевернуть эту страницу. Так что обрушилась не сборная. Обрушились ваши представления о ней. Ваши, говорю я, а не наши. Ваши, вашего большинства. Вот большинства вас. Потому что вы думали, что это какое-то прочное и серьезное здание. А это была времянка, которую удалось построить на участке. И вот более-менее, к моменту, когда она требовалась, она простояла. Но дальше нужно было строить уже совсем другой основательный и серьезный дом. А этого не произошло. Но что поделать, так бывает. И бывает так именно в тех случаях, когда на том месте, где должен находиться человек, способный принимать решения, способный рисковать творчески, короче говоря, человек, на этом месте оказывается чиновник. Чем отличается российский тренер от тренера иностранного? Посмотрите на Сандро Шмидт. Он приехал в Динамо, и он начал демонстрировать то, как он понимает, за что его пригласили. Он начинает демонстрировать свои профессиональные качества, свое понимание и видение игры, свою оценку молодых игроков, которые у Динамо в некотором избытке, как кажется, сейчас существуют. Почему я говорю, как кажется? Потому что это доказывается только временем, в конце концов, все равно. И что мы видим, когда российский тренер приходит в команду в большинстве случаев? Да как бы чего ни вышло? Как бы не потерять эту работу, понимаете? Как бы сделать так, чтобы вот еще восьмого защитника куда-нибудь прицепить? Вот так вот все это, в конце концов, и получается. Логика чиновника вместо логики нормального серьезного специалиста. А почему так? Ну уж извините, у нас так устроено в стране уже достаточно давно. Почему так по-другому должно быть устроено в футболе-то? Нет, серьезно, я уверен. Привет, весна, следующий матч сборная России обязательно выиграет. Прямо сейчас хоть делай ставку в Marathon Bad. Именно здесь лучше всего делать ставки. Я вам все время это говорю, если уж их делать. И мы снова сказали, смотрите, а вот, а вот опять все получилось. Смотрите, а вот и тот вернулся, и этот на своем месте, и Гильермо, черт с ним, тоже отличный вратарь на самом деле. Это точно совершенно произойдет. Мы найдем, чем порадоваться. Мы же нормальные взрослые советские люди, правда же? А если мы не советские люди, то мы те, кто воспитаны советскими людьми. Напоследок, подытоживая тему сборной, скажу вам очень важную вещь. Если вы думаете, что я вот сейчас здесь выступаю за отставку тренера Станислава Черчесова, то вы заблуждаетесь. Я не выступаю за его отставку. Я всего лишь хочу, чтобы в сборной России играли сильнейшие футболисты. Я хочу, чтобы она играла смело и атакующе. И для этого у нее есть соответствующий ресурс. И еще я хочу, чтобы вернули в обращение 25 слов русского языка, которые почему-то, учить русского языка в школе, где учился Исуслава Черчесова, почему-то он их ему не преподал. Я хочу, чтобы мы могли разговаривать о сборной. О сборной легко и свободно, в конце концов. Ну вот хотя бы как о ее капитане. Ведь там-то, в конце концов, словарного запаса никто не ограничивает. И за последние две недели, ну прямо такие сочные перлы порой получались у некоторых людей. Наябовские матчи сборной, по большому счету, расставили важнейшие акценты в этом сезоне нашего футбола. Он получился депрессивным. Он вряд ли нас порадует и в конце. Поэтому я думаю, что для меня самым главным и интересным турниром на оставшуюся часть этого года остается чемпионат России. Я вижу, что команды, которые являются частными так или иначе по сути, прогрессируют. Это не обязательно выражается в том, как они двигаются по таблице. Мне нравится, что Ростов подошел к Еврокубкам с достаточно мощным составом. Да, у него не получилось там выступить, но он тут же совершенно спокойно продал футболистов и приобрел новых, которым он тоже может сообщить этот вот рост. Так и должны жить футбольные команды. Мне нравится, как прогрессирует Рубин, который тоже является частным клубом. И хотя у Рубина получается далеко не все, но и не должно получаться сразу все, мы совершенно четко видим, что там была выбрана определенная стратегия, и эта стратегия приносит свои результаты. Главное не ставить сейчас конечные цели, потому что никто не знает, насколько хватит ресурсов. Возможно, те футболисты, которые являются важнейшими для игры Рубина, может быть, тоже их судьба в том, чтобы быть проданными, но эти деньги тоже пойдут в дело. Мне нравится, что в чемпионате России снова появились европейские тренеры. Это означает, что люди понимают, для того, чтобы работать с худшим, чем раньше, материалом, я имею в виду человеческие материалы, футболистами, нужно приглашать более квалифицированных специалистов, которые больше знают, которые, возможно, видят в этом способ самоутверждения, а не, повторяю, возможность просидеть некоторое время на каком-то гнезде и птенцов забрать себе. Хотя, конечно, по большому счету, иностранный тренер – это даже не понятие. Но совершенно очевидно, что Марк Никольевич и Доминик Катадеско – люди совершенно разного генезиса, возможно, способностей и совершенно точно методов управления. На самом деле, все не настолько грустно, потому что все это и нужно сделать, что начать доверять молодым. Доверять не в смысле давать им огромные деньги. Это их, скорее всего, портит. А доверять в нормальном, профессиональном смысле этого слова. По этому поводу я хочу напоследок рассказать вам один из своих любимых анекдотов о соотношении молодости и опыта. Это такой советский анекдот. В общем, в нем такие советские ценности, потому что главным героем является слесарь. А слесарь с хорошими руками, вы прекрасно понимаете, что это было для страны, где все время что-то все время ломалось. Короче говоря, идет слесарь-ученик, идут чинить прорыв канализации. Они подходят к месту, открывают люк, и выясняется, что там... Кстати, это было для одного из любимых выражений Георгия Иосифовича Ярцева. Над вами уже люк с говном захлопнулся, когда было совсем плохо. Он так говорил в своей команде. Хорошее выражение. Так вот они открывают люк и видят, что там полно. Ну и старый мастер, соответственно, что поделать? Лезет чинить, ныряет, выныривает, говорит, подай ключ на 12, то-то еще 5-е, 10-е. И в конце концов он снова выныривает, и ученик, подавая ему инструмент, его роняет. Роняет прямо туда внутрь. Набрав воздуха, старый мастер погружается вниз, достает необходимый инструмент, выныривает и говорит, руки у тебя из жопы растут. Так никогда не научишься настоящему делу. Так и будешь инструменты подавать, не станешь настоящим мастером. Пока. Я знаю, что он Шварц, а не Шмидт. Ну, что поделать в конце концов. Я просто пытался не назвать его опять Сашей Черным, потому что эта шутка уже приелась. Ну, короче, не переставай ко мне. Вся наша жизнь игра. И если ты не глуп, ты понимаешь, во что ты играешь. Есть этот миг, как большой. Футбольный клуб. Футбольный клуб. Футбольный клуб. Футбольный клуб. Футбольный клуб. Футбольный клуб.